очередной топ и на этот раз это будет топ вы не поверите внедорожников пикапов вот этих вот брутальных автомобилей у нас явление сервер став наш тест пилот эксперт по внедорожной тематике ассоциация что там или белорусская автомобильная внедорожная федерация вот 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 в общем все те покатушки которые происходят у нас беларуси женя к ним имеет отношение как там прокладывать маршруты жюри там и все остальное но найдите на нашем канале youtube а есть отдельный плейлист евгений серверства и там настоящий оффроуд у нас есть тесты и я попросил женю здесь на мотор шоу найти 5 автомобилей для себя то есть что вот здесь еще настоящего реального внедорожного и знаете с чего мы начнем мы начнем сэмхеру я горит ну раз женя ты сказал что ты готов по поменять свое бензиновую дизельную душу на электричество что давай-ка бы сэмхеру и начнем что звонит недавно женя и говорит слушай а мои все эти пикапы с десяток уже на внедорожников внедорожников 16 пикапов 4 было 4 сейчас обидеть слушай не видят в это здравь поле бокса то ли джага да и говорит а я задумался а может мне купить я же и ажи не рассказывай он не сидит я дедами он занято припаса будет ездить хорошо же давай расскажи почему-то м херу пока номер один в списке там топ-5 и чем у тебя понравился ну скажем так брутальщина полная внешний вид просто намекает на то что он рубился топором этот автомобиль ну красив красив просто ничего другого не скажешь про него это последовательный гибрид то есть у него есть мотор который крутит генератор который заряжает батарею которая питает электромоторы вот такая вот какая которая скажем так уже достаточно отработанная налаженная и на многих и внедорожниках уже практикуется вплоть до того что у нас лэнд-крузер и есть гибриды последовать прадик новая разница если расти потом вернемся отвернем да а расскажу давай по сути это м херу это отдельное подразделение компании государственных дон фэнк который вот решил возродить своего такого героя а не знаю ну были там и европейские дизайнеры были там инженеры европейской но в принципе это электромобиль то есть изначально электромобиль и есть у нас версии пожалуйста вот они и ви то есть эта версия чисто электрически но да да но пока что как мне сказали на складе его нету а ну понятно что под заказ под раз только я скажу по секрету вот рядом фришка стоит да которая перевернула рынок наших электромобилей следовательный тоже да и из полутора тысяч новых автомобилей которая продана от действительно цифра она невероятная потому что еще год назад то про про влах там или про им херу не знал а сейчас они 1500 новых автомобилей лидер а в классе электро так вот из них процентов 99 это именно и в это гибрид ну а то что м херу здесь у нас пользуюсь я тебе скажу что уже больше десятка больше я уже видел даже обследовал его на зарядной станции обошел по кругу стоял да еще до задолго до мотор шоу еще глубоким летом я уже даже под низ залез и посмотрел что у него пневматическая подвеска оказывается до минуточку так вот больше для оси но посвала детям защита то есть пневматик защищен здесь очень хорошо защищен так вот же не сказать бы тебе даже пять лет назад я не говорю про 10 что ты будешь а восхищаться китайским внедорожником электрическим да еще с пневмоподвеской ну ты знаешь это восхищаюсь но вот реально понимаю что я бы наверно все таки его в грязь ставки стал настолько он брутален настолько и поселив на место водителя обратите внимание да это внедорожник и снаружи смотрите вот колеса здесь пороги пороги которые а садишься они открывают и закрываются до садишься просто как в кинотеатр во первых те подбежка хамах и выпало спасибо ох какое место да не то слово место много он уже сразу подстраивается под меня руль опустился подвинулся сиденье все электро все лето да все сами даже зеркало не зеркало а камера это да это зеркало камера получается но я тебе скажу что он инвертирует изображение вот брутальность просто во всем ручки переключения с новым от центра вы как хочешь так и едь пожалуйста вот теперь на 10 клиренс посмотри как у defender а до 22 сантиметров до 38 а еще он даже ниже может если у тебя на трассе и у тебя твой вот этот брутальный внедорожник под три тонны может приседать и пулять почти за 4 секунды даже меньше до сотни просто как ситроен гипер пневматике уложить у меня знать что удивило а то что на самом им хиро в китае они стали придумывать посмотрите разные лесенки разные боксы вся такая индивидуализация даже покупая дорогой внедорожник вы еще его можете индивидуализировать ну конечно же ну а не жалко вот такой например было бы в наш карьер где мы обычно тестируем а все зависит от широты твоей души и грубо говоря размеров кошелька понимаешь я бы например как человек не шибко имущий да я бы на этой машине в сильное бездорожье не бросился потому что примерно представляю во сколько это может быть да она надежна она брутальная она мощная но электромотор и гидропневматическая подвеска и батарея которые внизу говорят о том что не надо его в воду не дай бошек на камешек и повредим эту батареечку да да и это будет потом очень и очень тугу больно до больно до слез просто это твой первый автомобиль да это настоящий внедорожник смотри рамный я не говорю про дизельный потому что мы говорим раньше рамный дизельный там автомат или механика она обязательно блокировка да все еще есть и блокировка трон они уже стали электрические электронные умные машина скоро сама себя тебя довезет до туда куда надо правда уже не говоря про все эти парковки автоматически которые отпустил руль и расслабился ну тут сидишь как в кинотеатре у тебя все доступно все под рукой же еще полчаса сидел пошли дальше у нас еще впереди четыре автомобиля следующий вариант ты пришел к х 9 но колени второго по счету рублены брутальные опять-таки у тебя продолжение ты любишь все рублены и брутально и я бы не сказал что все рублены и брутально подвигайся для машины показывали девушек это будет нам писать в комментариях вы все девушек до девушек показывать мне машина хавелл это опять на стоять же стоят до 2 главное еще и неразрезной задний мост у него суцельная балка моста ты сдавая задом ты можешь не пни выкорчевывать плюс здесь есть настоящий дизель до 4 дизель здесь есть настоящий автомат классический автомат здесь есть электронные они механические но электронная блокировки передней оси задней оси все это как бы тенденция времени все эти электронные блокировки но другого варианта уже как бы не будет дальше потому что все эти торсен и и блоки и кулачковые все они пошли в прошлое все это делает сейчас электроника и кстати по цене вот здесь сейчас представлен автомобиль с двухлитровым турбированным бензиновым двигателем да и он стоит что-то около 180 тысяч ну на самом деле для себя вот пятьдесят семь тысяч долларов для такого брутального внедорожника это недорого я бы сказал что тот же самый 300 лэнд грузер стоит в два раза дороже до 100 лэнд грузер уже три года при выходе стал 105 110 да это кстати его часто сравнивают с лэнд грузером просто садишься как на стул мои сто пятнадцать килограмм он выдерживает не кринясь просто что скажешь но здесь немножечко попроще но все строго все лаконично и что не может не радовать что у него все-таки сохраняются тактильные кнопки которые не надо там выглядывать куда ты на тачскрине ткнул ты понимаешь что у тебя есть включение вентилятора температура кондиционер режимы климатическая установка у тебя управляется вручную я думаю что все таки не буду гонять менеджеров чтобы включить зажигая что они может быть и есть здесь меню повторение то что нет то что есть физические кнопки хорошо это плеча смотри здесь вот этот настоящий внедорожник никаких понтов пожалуйста подключение мостов понижалка да все они ищут где-то в мультимедиа и думаешь где ну плюс посмотри китайцы блокировки 4 не блокировка задние блоки а да 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 вот все здесь просто кнопочная я бы сказал что питаться сделали даже более так скажем ну комфортный внедорожник чем до японцев потому что посмотри и кресло кресло с ярко выраженной боковой поддержкой и большая питомцы я бы сказал и вот эти понты посмотри если там ультонцев как она лежит классно в руке просто да и все тактильно приятно на ощупь а ты посмотри на эту панораму это вообще то есть у тебя огромный люк во всю крышу то есть реально если ты охотник ты можешь сдвинуть этот люк вылезти и прямо с ружьецом прям из люка этого пульнуть но это я этого не говорил это мысль вам самим на ум пришла мы смотрите ногу за ногу без проблем можно на втором ряду закинуть то есть на самом деле место много места очень много ну а вот такой например внедорожник не жалко в грязь вообще я не знаю я в самом деле это уже дорог куда бы ездить внедорожники там либо все это даже никуда не выпиши вот как у нас в том-то и беда что это китайцы делают не для себя понимать чем дело у них то собственно и съехать там некуда на этом внедорожнике у них там все уже задорожено полностью и такого как у нас прилиза на вычища от мусинов рода такого нет вот но я думаю что эта машина будет пользоваться спросом в россии выглядит она брутально на самом деле рама задний мост неразрезной блокировки это все говорит о том что ну как бы вполне нормально может конкурировать с тем же танком 500 и вполне нормально бить по цене 300 колленд-крузер согласен ну что идем дальше пошли следующий вариант ну я не могу вот эти рабочие лошади обойти стороной посмотрите на нее какая же это рабочая лошадь на ней в пир и мир можно потому что реально ну приятно бросить взгляд это не те уже первые т-шестые там или тут же т-8 который помнишь у нас в карьере быканул маленько он просто стал да и нам пришлось отключать аккумулятор да ну жаре 9 это пикап средний размер на все-таки это небольшое мне могли сказать что это большой нет средний размер он смотрится большим он смотрится массив продолжение т-шесть даже не тестировал т-шесть есть и т-8 8 есть вот за дженни как раз на нашем канале год назад т-9 пока мы не тестировали но самое интересное же здесь все то же самое все то же самое здесь стоит под капотом давай откроем 2 литровый бензиновый турбированный двигатель а вот и нет а я тебе скажу что ты ошибся подожди я тебе скажу что двухлитровый это дизель подожди подожди есть два варианта ты знал вот там бензиновый а это дизель и опять-таки автомат плюс здесь стоит трансмиссия то есть изначально изначально у нас до чего это шоу прогресс китайцы делают шумоизоляцию еще и на двигателе ты видишь это кроме вот этого вот мягкого экрана кроме вот этого мягкого экрана есть еще и на двигателе и где последний раз такую высокую турбину видел это значит что проходя тебе не будет заливать водой я думаю что то есть генератор тоже это рода вот при твоем росте да и . правда больше метра железно нет я тебе скажу что не ну да то есть больше метра железно смотри я тебе скажу что еще фильтр имеет воздуха из крыла то есть проходя в брод тебе уже не зовет сплошным потоком воды а чем хорошо из крыла ты сверлишь дырку и ставишь шнорхель который у тебя выходит в верхней точке 80 и это я тебе скажу что местами местами мне говорили все равно бишь приятно смотреть что ты жаль а японцы что оцинкованы были а тойота что оцинкованы ты такой жаль да ничего не было опасно были оцинкованы хонда твоя оцинкована все сдаюсь вот так друзья ну и несколько слов про цену а цена на сегодняшний день вот порядка 134 139 дешевле самое главное здесь есть это машина изначально едет на заднем приводе так но при подключении как раз пуфты а знаешь какая здесь пуфта ZF да 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 и коробка тоже ZF и коробка ZF да 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 ну теперь когда ты садишься в эту машину ты уже просто не понимаешь что это пикап потому что здесь огромный экран тачский да 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 вертикальный да цифровая панель приборов да все цифровое полностью цифровуха ну смотри китайцы даже из пикапов вспомнить и тестировал тойоту хайлюкс причем там black onix да 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 вот по сравнению с ней велосипеда вот честно честно смотрите огромное широченное сиденье не смотри какая кожа приятная перфорирована с ромбиками такими с большими бутылки я бы сказал такие тоже капитанские на нем сидишь просто класс черный потолок да причем люк который в две стороны то есть ты можешь его откатить может чуть-чуть приоткрыть ну и здесь все понятно то есть грубо говоря у тебя управление мультимедиа телефоном здесь у тебя полностью адаптивный круиз-контроль здесь у тебя автомат коробка которая может допускать ручное переключение передач режимы выбираются шайбой 2l 4 2h 4h 4l вот все ручник это авто удержание автоматическое просто ну и варианты управления грубо говоря тоже сэнд мад сноу и все остальное присутствует я понимаю евгений твой выбор потому что все таки все а есть у нас пусть и небольшая но прослойка людей которые ездят на пикапах у которых уже пикапы а вспомни наши советы кстати а ты кузов не посмотрел да всем не наши советы с чего начинают гнить пикап да 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 посмотрим и понятно что уже настала пора настала пора им менять свои пикапы которым там 10-15 до этого последнего пикапа он 2010 года ну вот пожалуйста уже будет 15 лет и конечно люди задумываются и спрашивают что взять вот здесь полностью зашит raptor а вот да есть такое и это покрытие я тебе скажу можно отверткой говорят нам пробовали ковыряли но меня знаешь что здесь удивило а вот это вот кенгурин которые по заводу они решили поставить для понтов от 9 производить железные трубы но то есть чтобы поставить сверху пластиковые ящик на предположим где придется откручивать в любом случае этот кенгурин и за счетом интересным на пойдем посмотрим на той машине как реализована вот эта шторка дело в том что шторка то она закрывается и несмотря на то что у него кенгурин стоит шторка кстати здесь только она уже надо интегрирована сюда то есть не накладная да да вот я приятно еще что ты видишь камера заднего вида каждом пикапе ты камеру заднего вида найдешь вот но в принципе а советы есть у нас на канале youtube как выбрать пикап и женя да еще дима перлин наши эксперты которые не одну собаку съели на пикапах вот знаешь там уже почти 100000 ну не один пикап съели просмотров и на удивление постоянно смотрит постоянно комментирует постоянно задают вопросов мы здесь я бы сказал метр пятьдесят на метр пятьдесят снега хорошо и к поводу конкретный вопрос можно уже ездить и доверять мне спрашивают мы возьмем пикап это рабочая машина работяга которая должна работать пять лет гарантий здесь пять лет или 150 тысяч ну гарантий есть 5 лет значит должна точно знаешь я бы я бы взял честно потому что а других вариантов то особые нет уже хай люкс ты новый не купишь не раз не купишь 200 насколько я знаю уже тоже не купишь а что остается у вас профи покупать т-9 в любом случае с точки зрения внедорожника и еще нравится что он конечно не оцинкован но все равно нужно допиливать нужно пленку нужно говорить поэтому ребята зато по крайней мере у кузов очень достоин вообще то есть грубо говоря идем дальше кузов кузов мне очень понравился 4 вариант у евгения это такое марка даже не слышал паладин но вообще он называется паладин это собственное имя а как марка правильно называется оттимал оттимк паладин один 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 этот самый бог чего-то там теперь посмотри что написали на дверях не сам паладин у меня какая-то галлюцинации я думаю что-то я видел похоже это ребята nissan xterra посмотрите на него внимательно это точная копия nissan xterra кроме кроме решетки радиатора я скажу что вот это вот это его кратчика внедорожника подходит тоже из всех внедорожников это самый внедорожный внедорожник выставки потому что он во первых на раме во вторых у него неразрезной задний мост и в третьих ну как бы сама фирма nissan предполагает то что внедорожник надежный можно поменять радиаторную решетку поставить родную ничего не поменять сто процентов а еще здесь классная цена же вот этот вот вариант для физика стоит 42 тысячи долларов по если добавить там ндс юрлицо около 49 но согласись сейчас купить за 42 тысячи новый новый а ребята еще вот роман роман добрый день роман обещает что если все нормально если на выставке этот заинтересует внедорожник я думаю заинтересует вполне и потому что есть люди скажем так такие динозавры мастодонты как я которые в электричках в электричках не был не видят будущего оффроуда же ты хочешь сказать что ты можешь первый экземпляр из нашего топа тот электрический монстр не глядя променять две большие разницы есть машины на которую ты ездишь по асфальту если ты брутальный меню тебя 4 дырки в руле а на выходные когда ты едешь ты на этой машине в болото уже не попрешься а на этой можно а на этой можно а на это можно потому что это nissan это x-terra и эта машина которая для наших российско-белорусских условий эксплуатации здесь все понятно здесь нет никакого скажем там электронных замутов блокировок и всех остальных и она будет ехать даже китайцы не были бы китайцами вот ты говоришь не саняра но здесь стоит митсубийский да да а ноль и не принялись ничего уже потому что это единственный двигатель который сегодня у нас проходит по самому льготному коллекционному сбору все что в старше очень большой коллекционный сбор и рынок просто это не пройдет но то есть вы хотите сказать что китайцы вот так вот могут поставить какой год на движок я хочу они ориентируются на рынок паша понимаешь машина для российского рынка называется на латинице паладин поэтому да ну что очень важно а я знаю что она прошла у детей то есть она пошла сертификация а значит может поставляться на наш рынок совершенно регально официально штамповка nissan вот вы видите nissan вот на клапан да 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 вот она смотри еще уже поняла считать сейчас пользуется готовить технологии посмотри капот дренажное отверстие я прошелся по дверям я прошелся на крышке багажника все по уму все грамотно да поэтому но или вот чё-то экспериментальный как ты говорил там электрокроссовер фанты но старые мотор хеды они все равно скорее будут заверять митцубиси конечно конечно полноприводная трансмиссия классика самая внедорожника надо смотреть будущее надо смотреть будущее потому что перспектива автомобиля в его сервисе тоже что будет с китайским внедорожником который на пневматической подвеске с полноповоротной платформы если его засунут в грязь по самой не балуйся блин я думаю что мы из китая очень долго будем ждать запчасти они сам дилер кстати у нас есть может самое главное тоже мы очередной вопрос а вот на этом ты готов в грязь карьера этом да а на этом да ну вот слава богу хоть нашли машину эту машину на самом деле не стыдно совать в грязь потому что у нее все понятно все просто все доступно и в то же время она очень комфортная ты вот посмотри зайди в машину вот смотри садишься ты в эту машину если не брать внешнюю сторону ты что скажешь что это внедорожник брутальный какой-то цель какой огромный тачскрин опять же лежит в руке переключение передач руль полностью электронная панель приборов зеркало с автозатемнениями с какими-то наворотами здесь все чисто легковушечная мы на кнопку получишь результат вот тебе раз тебе подожди фрала это обалдеть обалдеть просто вот тебе экстера таком по размерам он бьет я тебе скажу многие из тех кроссоверов которые стоят здесь ну что пошли дальше еще на закуску есть настоящий настоящий настоящее дорожки но есть объемной тебя мне сказали и топ-5 вас под нотает лист это ты привел нас к тойота ойота лэнд крузер 2 лэнд крузер 2 сожалению они решили слова правда не использовать а то там у них были проблемы беда и у чувствуется дизайн от g крузера где-то ну эти круглые фары рубленая морда эти у них есть на этом 250 и квадратные фары да они отличаются по комплектации вот здесь комплектация first edition то есть 1 до 1 выпуск она кому там что-то около 125 тысяч долларов но в принципе могут привести и дизель 2 и 8 в общем все как ты любишь вот это самый настоящий внедорожник из внедорожника сюда здесь как раз привезли версию с открыть двигателем 2 и 5 а бензином я уже мерил кп здесь покрашена тоника по-японски 5060 но капот алюминиевый вот этот алюминиевый капот и здесь версия как раз вот гибридная давайте покажу венделя венделя там это ребята откройте машину пусть пожалуйста как от смерти макс то есть система которая по сути это гибрид гибрид то есть есть аккумулятор который благодаря рекуперации заряжается этот машина не ездит на электричестве в принципе просто электродвигатель это решение есть у мерседесов до многих многих производителей даже у джили вот этот самый жили а раз мягкий гибрид так называемый вот это вот мягкий гибрид то есть посмотри даже здесь вот здесь вот где-то вот здесь будет батарейка и она будет просто помогать разгоняться все понятно но есть дизель тот самый 2 и 8 классический автомат в общем все как ты любишь так не плачь не ностальгировать и плачь и нас торгировать потому что эти автомобили к сожалению нам официально не поставляешь да но все равно приятно что хоть дна тойота на выставке появилась что она доехал да ну а по салону я тебе скажу что тут конечно все в стиле крузака папа салону тут ну как бы не добавить не убавить ну конечно полностью электронная передняя панель конечно еще один тачскрин опять же зеркало с камерой и есть даже камера которая может где-то на тебя подсматривать да 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 которая следит как часто моргают мои глаза чтобы не заснул не дай боже не заснул но свои физические кнопки тоже есть и это не может не радовать потому что тактильно мне не надо никогда искать на тачскрине эту кнопку потому что я взял нащупал вот раз два три нажал на нее и не отрываясь от дороги особенно когда ты едешь по лесу это очень важно чтобы не отрывать взгляд ну и конечно все это кожа перфорация огромные рукоятки все остальное это ну ты знаешь да это прадик настоящий но даже после китайцев он не делает такого вот вау-эффекты потому что там там банды а здесь но зато все строго и самим зато вот это все тоже лет 20 прослужит правда а то и больше в качестве тойота сомневаться не приходится ну сказал бы что это последний смагикан это toyota даже не верили что она сделает до настоящий равный внедорожник но вообще судя даже по мотор шоу ты нашел своих пятерку а внедорожники пикапы востребован ну есть целевая аудитория которым эти машины жизненно необходимы есть профессионалы которые без них не обходятся потому что они нужны лесникам лесхозам охотоведом очень много частных отход хозяйству которых пикапы ну просто это незаменимые автомобили есть конце концов строители которые пользуются пикапом и внедорожниками для того чтобы добраться собственно говоря для дострой площадки которая где-то есть просто любители внедорожной езды такие вот с пули в голове как я которые будут съедать под джипов сезон вот грубо говоря даже самая даже инспекция по охране животного и растительного мира она без внедорожников и без пикапов она не сможет функционировать просто я в последнее время даже в милиции пикапы встречать начал то есть ты считаешь что будущее есть это есть дорожников и у частных лиц и в организации у внедорожников у пикапов всегда была и будет своя аудитория что же подвержите комментариями под этим видео евгения серверского нашего эксперта найдите плейлиста с очень хорошими тестами там и пикапы и внедорожники движения про свою семидесятку как раз рассказывает который даже умерла джей спасибо тебе не за что обращайтесь всегда помогут евгений сельверстов специально для автопанорама и и и и и и